сегодня у нас ливень но это не повод не идти на тренировку тем более если чувствуем себя замечательно и тем более если у нас по плану сегодня самая главная мышечная группа проверьте себя кто не знает да это мышцы спины погнали сегодня я не буду вам рассказывать о своей тренировке спины сегодня мы поговорим продолжим говорить о моей философии настоящих тренировок натурального бодибилдинга натурального культуризма я дам обоснование своим методикам и конкретно это будет касаться особенно начального уровня два года которых я расписал своих статьях программах которые называются ступени многие из вас уже знакомы с ними просмотрев серию этих роликов вы поймете почему как что из чего вытекает прислушивайтесь к тем кто постоянно ищет истину они к тем кто утверждает что уже нашел ее физкульт привет друзья и ученики сегодня я с вами буду делиться своей философией натурального тренинга но перед тем как посмотреть данный видеоролик настоятельно рекомендую вам посмотреть вступительную часть к этому видео ссылку я дам в описании к видео все что развивается развивается в движении а движение это происходит по спирали поэтому моя философия натурального настоящего бодибилдинга и получила название спираль на этом и основана моя система и философия тренинга с которой я хочу сегодня с вами поделиться пришел я к ней тоже не сразу а в течение 25 лет непрерывных тренировок и поиска изучения всей возможной информации пропуская через себя все то чем поделюсь сегодня с вами хочу сказать что полное ее осознание пришло ко мне ночью не во сне конечно как менделееву его периодическая таблица элементов но все же что такое спираль объяснять думаю не нужно те кто смотрит мои ролики уверен понимают что это такое давайте представим в своем воображении трехмерную форму спирали увидим что в самом начале где она стартует и начинает свое движение круги очень маленькие но по мере возрастания и подъема эти круги постепенно увеличиваются в диаметре каждый новый виток выше больше и мощнее предыдущего давайте вообразим торнадо или смерч они развиваются по принципу спирали чем ближе к эпицентру вращения тем яростнее и неистовее становится ветер сильнее и страшнее но в самом эпицентре все тихо и спокойно теперь сохраняя в воображении все вышеописанное давайте спроецируем на эту картинку тренировочный процесс что у нас получается когда мы только начинаем свое движение мы должны обходиться самым мизерем не изменяющегося у нас арсенала упражнений подобно смерчу крутим начальные спиральные круги по минимальной траектории круги наши для того чтобы не замкнуться и не вращаться по кольцевой должны развиваться плавно как можно ближе к эпицентру вращения именно поэтому на начальном этапе мы отрабатываем технику упражнений приседаний и становых тяг тем самым закладывая фундамент будущей мощи и силы после нескольких недель возможно и месяцев изучая технику мы с первого самого маленького круга начинаем наращивать мощь витков стараясь при сохранении идеальной техники повышать рабочие веса в этих двух упражнениях плюс выполняем подтягивания и отжимания от брусьев вы понимаете что те кто не изучил технику так и останется на первом витке развития обрекая себя на бесполезную круговую работу без какого-либо развития точно так же поступают и те кто начинает выполнять сразу большое количество упражнений да еще и подходов в них система работает и развивается только по спирали а люди пытаются из ничего сразу же создать что-то с большими кругами вращения естественно что у них ничего не получается мы же поступая грамотно не только развиваем свои круги но и укрепляем их крылья для того чтобы они не согнулись не обломились когда будут увеличиваться их размах и еще разок представим нашу картинку самая мощная сила движения ближе к эпицентру да и по простой логике понятно что чем короче ваши круги и мощнее их основания тем быстрее идет развитие вверх большинство же поступают с точностью да наоборот создают за счет количество упражнений подходов и повторений такие огромные круги витки с гнилым по сути основанием что не могут завершить даже один полноценный виток просто жизненного цикла не хватает чтобы завершить хотя бы один виток я не говорю уже подняться на новую ступень вверх а если при таком подходе у них и получается завершить виток то он просто напросто получается кругом замыкаясь в сам себе это не спираль в итоге нет ни массы ни силы ни желания а порой и здоровья продолжать какое-либо движение вообще все . большая жирная математическая . а что такое . мы с вами помните проходили в ролике введение это ничто и нигде вот именно поэтому на начальном этапе для того чтобы разогнать свой потенциал и нужны небольшие но крепкие круги спиралевидного вращения только так можно развиваться для этого необходимо ограничивать себя в нескольких движениях силового характера для того чтобы укреплять основания ваших спиральных кругов невозможно отслеживать и развиваться во множестве направлений одновременно не хватит сил ни времени ни концентрации когда же у вас всего парочка упражнений есть четкий план действий вы можете сконцентрировать все свои усилия в один мощный пучок подобно лазерному лучу круги ваши короткие крепкие и вы развиваетесь очень быстро потому что находитесь всегда в потоке силы вращения способны поднимать вас все выше и выше а чем длиннее ваши круги на начальном этапе тем дальше вы от силы и мощи движения и развития то же самое касается и применение фармакологии если вы начнете принимать ее слишком рано то просто-напросто отодвините себя своими же руками от вращения силы движения вы создадите большие круги и слабые и беспонтовые по своей сути они будут настолько большими и длинными что как уже и говорилось выше просто-напросто не доберутся и до одного окончания витка при условии что не сломаются на полпути и не обрушится как происходит к сожалению в большинстве случаев давайте подытожим чтобы ваше движение не происходило по кольцовому маршруту развивалась вверх по спирал видному пути необходимо с первых шагов укреплять основания своих спиральных витков сделать это можно только сосредоточившись на парочке тройке упражнений первые два приседания и становая тяга плюсом к первому это отжимание от брусьев и жим лежа а ко второму подтягивания и тяга штанги в наклоне все это тот самый минимум который по сути своей является максимумом благодаря такому ограниченному количеству упражнений вы будете всегда находиться в самом мощном по своему потенциалу спиральному витку вращения соответственно и развития вы сможете прогрессировать и отслеживать свой прогресс благодаря этому вы сможете выстраивать витки спирали настолько мощные что люди будут уверены что вы сидите на фармакологии и выполняете кучу бессмысленно бесполезной работы по методикам чемпионов но при этом вы не будете делать ничего этого но быть в 3-4 раза мощнее и сильнее и больше всех тех кто все это делает по своей глупости незнанию или нежеланию что-либо знать изучать и понимать спираль это не всегда увеличивающиеся в диаметре витки с каждым новым вращением да и не всегда это нужно еще раз наложим спираль на смерч или торнадо мы помним что самая мощная сила вращения способна подниматься все выше и выше находиться ближе к эпицентру так вот если вы не хотите чтобы ваши витки обрушивались или замкнулись кольцевом режиме не удлиняйте их сверх меры не количеством упражнений не рабочих подходов сосредотачивайтесь на меньшем чтобы получить больше иначе как смерч и торнадо поднимаясь до определенного уровня все ваши усилия будут разлетаться в стороны и падать так как будут удаляться от эпицентра вращения силы способной и поднимать вверх и задавать энергию вращению и удерживать вас в постоянном потоке такова моя философия тренинга благодаря которой я уже больше 25 лет поднимаю железки с таким же энтузиазмом как и в молодости будучи подростком многие мои друзья и знакомые не выдержали и полугода хотя начинали тренироваться вместе со мной были круче меня в плане тренинга и всего остального самые пытливые умы заметят одну деталь о которой я не упомянул а именно о самом эпицентре где внутри все спокойно и ровно хвалю это действительно важный момент на котором стоит остановиться поподробнее но сделаем это в следующем видео добрый день подписчики канала хэвэн мэкл джим меня зовут артем белязе я хотел бы поблагодарить евро рубановича за помощь моей подготовки к чемпионату украины по бодибиллу 2016 года а также за то что его правильный подход питания и периодизации в тренировках помогли мне начать прогрессировать после тяжелого изнурительного 2015 года тренировок где в силу некоторых причин было очень много сделано ошибок спасибо всем ставьте лайки а а и а а и да а в и и Продолжение следует...